Друзья, всем привет! Сегодня будем отправляться обратно в экспедицию, пробовать проходить ее дальше, а также надеяться на некоторое количество осколков, так как мне надо совсем немножко осколков тени, чтобы ее перевести на четвертую звезду. Как обычно, я иду именно тенью в эту экспедицию, демонический меч град беру, ну а все остальное, в принципе, у меня прокачано на фулл. 17105 атаки и 63840 хп. Я думаю, что этого более чем достаточно, чтобы пройти экспедицию сегодня. Итак, начнем мы с 360 этажа, ну и давайте, в принципе, отправляться в него. По скиллам вы всегда будете видеть на своих экранах, что я беру, в принципе, те скиллы, которые самые лучшие, по моему мнению, я их и беру, и надеюсь, что будет, в принципе, без проблем. Хотя, смотрите, мобы действительно тут демажат уже очень и очень больно, и если по вам попадают пару тычек, то сразу могу вам сказать, что это минус там 3-5 тысяч хп вообще улетает. 360 этаж не приносит, в принципе, никаких проблем, мы его проходим, забираем 24 тысячи золота, все как и нужно. 360 первый, ребят, этаж следующий, вот вы видите, по каким правилам его надо будет проходить, нам сразу выпадает рикошет, что может быть лучше, тем более мы великан, давайте я возьму самые нужные скиллы, на мой взгляд, и отправимся проходить. И да, ребят, вот самое печальное, что есть этажи, которые идут волнами, во-первых, их очень долго проходить, на них уходит очень и очень много времени, плюс укрываться от большого количества снарядов действительно очень и очень сложно. Ненароком вас попадает 1-2 снаряда, и как я уже говорил, это минус 5-7 тысяч хп, но главное здесь укрываться, ребят, главное контролировать процесс игры, и в принципе вы сможете абсолютно любую главу пройти, абсолютно любую экспедицию, любой этаж и все, что вы хотите. Итак, ребят, в принципе остается не так много добить мобов, чтобы перейти на следующий этаж, а пока я добиваю мобов, хотел вас попроситься, обязательно подписывайтесь на канал, поставьте большой палец вверх этому видосу, если для вас была какая-то полезная информация, меня это очень сильно мотивирует, а вам это всего секунда дела. Итак, мы забираем еще 24 тысячи золота и двигаемся дальше. У нас сейчас, ребят, будет 363 этаж, по характеристикам этажа вы видите, что у вас будет минусоваться, что добавляться. Теперь мы набираем, конечно же, скиллы и будем отправляться проходить. Я надеюсь, что больше в этом видосе не будет волн, и я смогу в принципе быстренько все попроходить. Так, ребят, здесь, ну тоже, видите, большое количество мобов, много демажат, и, ну, 17 тысяч хп у меня остается, и это уже очень-очень напряжно. 29, ребят, главное сейчас не попасть на какой-то снаряд и случайно не проиграть. Ну, моб появляется прямо подо мной, я его добиваю, и этаж также пройдет. Ребят, пока я буду проходить все остальные этажи, я хотел вам сказать очень такую важную вещь. Смотрите, те игроки, которые получили очень большое количество билетов после окончания очередного сезона в PvP, не спешите, пожалуйста, их тратить. Потому что вы все прекрасно знаете, что к концу этого месяца будет некий праздник, да, Хэллоуин. И разработчики, я помню, что еще два года назад и год назад они запускали постоянно какие-то плюшки на этот праздник. Так что не исключено, что будут какие-то новые скины добавляться, возможно, даже новый герой появится или что-то в этом роде. Так что обязательно не тратьте, ребят, свои билеты, подождите буквально неделю-две, вы узнаете, будет ли что-то годное, хорошее, и только тогда вы сможете потратить его. Потому что если что-то хорошее будет, а у вас не будет билетов, действительно будет обидно. Так, у нас сейчас 365-й этаж, ребят, этот этаж нам принесет 5 рандомных осколков. Я очень надеюсь, что это будет тень, потому что мне действительно не хватает, там, по-моему, 3-4 осколка тени, чтобы перевести ее на 4-ю звезду. А с 4-й звездой тень станет намного-намного сильнее. И я уже смогу даже, возможно, преодолеть, например, рубеж в 21 тысячу атаки. Но об этом мы узнаем все, конечно же, позже. Сейчас забираем 36 тысяч золота и смотрим на рандомные осколки. Кто бы мог сомневаться, что мне выпадет какая-то фигня. Это 3 Форена и 2 Шерри. Ну, осколки ни к чему мне эти, да. Но, тем не менее, я все равно буду собирать всех персонажей по максимальное количество звезд. Так что пусть, в принципе, будут. Двигаемся дальше. О, боже, ребят, это еще один этаж с волнами. Это 366-й. Если вы еще не дошли до этого этажа, обязательно запомните это. Потому что этаж действительно очень такой противный. Здесь есть препятствия. Здесь очень много мобов. Плюс мобы реально очень-очень такие неприятные. Одни стреляют снарядами, которые разделяются на 3, даже иногда на 4 части. Плюс есть жнецы, которые тоже очень сильно так бьют. Главное, мне кажется, в этом этаже, это просто двигаться, пытаться скрываться от снаряда. Потому что есть мобы, у которых снаряды просто тоже попадают в стенку, да, и вот в препятствия. И тогда они просто по вам не попадают. Но мне осталось еще немножко напряжный этаж. Честно скажу, это вот из этих всех этажей, которые я сегодня прохожу, наверное, такой самый-самый напряжный. Так что имейте в виду, что 366-й этаж, будет, возможно, проблемы с ним, трудности, я бы так сказал. Но я его благополучно, в принципе, сейчас пройду. Добиваем последних ребят мобов. Мы заберем свою очередную награду в виде золота и, скорее всего, по-моему, печенек, если я не ошибаюсь. Потому что вот еще по печенькам, нет, это сафиры были, но в основном печеньки тоже дают. Видите, вот 25 сейчас должны дать. Очень много игроков жалуются, что они не могут переводить всех героев, потому что у них не хватает банального печенья. А я вам скажу так, что те люди, которые очень много играют в эту игру, у них по-любому будет большое количество печенья. Потому что вы формите те же яйца для фермы, проходите обычные главы, героические главы, с них падают печенья. И вот вы сами вдумайтесь, сколько раз вы вообще за день проходите главу, если вы выбиваете хотя бы одно яйцо в день. Это 15-17 глав. Таким образом, печенья у вас должно быть очень и очень много для того, чтобы прокачивать всех героев. Я понимаю, что когда вы переводите с пятой на шестую звезду, на седьмую, то там надо действительно очень много печенья. Смотрите, этаж вообще, блин, бред бредом. Я стреляю сквозь стены, мобы по мне не попадают. 368 этаж, ребят, самый-самый легкий, который есть вообще, наверное, в этой игре. Проходится он очень быстро, вы просто уничтожаете мобов и все. 369 этаж, это наверняка будет предпоследний этаж сегодня в этом видосе, потому что я записываю по 10 и надеюсь, что вам это полезно. Последний этаж, ребят, тут здесь очень много лучников, что я вижу, плюс есть мобы, которые появляются прям под вами, тоже могут дамажить. Ну, ваша задача по большей степени убить пару лучников, чтобы их меньше было, чтобы рикошета у них не было и, соответственно, снаряд будет по вам попадать не так сильно. Так, 369 пройден, у нас, ребят, остается последний этаж, это 370, здесь босс. Я так понимаю, что мы получим 5 осколков, хотелось бы получить хорошие. Давайте возьмем рикошет на тот случай, если будет 2 босса, либо они будут как бы плодиться, да, то есть один за другим попадаться. Так, я так смотрю, что действительно будет 3 босса. Ну, вот, смотрите, с этим боссом очень классно, что я взял рикошет, потому что он вызывает мини свои копии, клоны, да, и я их, в принципе, быстренько выношу. Отлично, расходится первый моб. Второй моб, это тоже, видите, клонов своих вызывает, маленьких, ну, тоже быстро, в принципе, расходится, ничего сложного нет, главное, вот, укрываться от него. И третий босс, это похож на мага холода, да, то есть, ну, и тоже, в принципе, очень хорошо выносится, так что, в принципе, нет никаких проблем. Хотя, смотрите, у меня остается мало хп, так, сейчас, ну, давайте звезду возьмем, мало хп, и последнего моба я добиваю, и, ребят, то, что 36 тысяч золота я ложу себе в карман, и сейчас мы смотрим на осколки, которые падают. Итак, что же нам хорошего падает? Очень классная осколка. В общем, ребят, таким получился ролик, вам всем спасибо за просмотр, и до скорых встреч, пока-пока.